Итак, расскажи немного о себе, где ты, кем ты сейчас работаешь, с чем занимаешься. Я ведущий креативный фронт-энд-разработчик в отделе визуальных коммуникаций в Рамблере. Каким самым интересным проектом в Рамблере, либо вообще тебе приходилось заниматься? Наверное, в последнее время я больше вспоминаю игры, которые мы когда-то делали, маленькие, еще в акте Сундерман на флуше. Наверное, такого фана немножко не хватает. В принципе, сейчас тоже есть много чего интересного. Это, видимо, какая-то ностальгия. А так, очень много интересных проектов. Наверное, самый запомнившийся — это для выставки Верещагина. Мне было интересно не только саму анимацию сделать визуально, было сотрудничество нескольких людей, организовать и в коде, и непосредственно работы. То есть у нас был моушн-дизайнер, был бадж-разработчик. Я все это состыковать. Использовали тогда некоторые механики сотрудничества, которые до сих пор используем. И мне было прикольно придумать алгоритм оптимизации, потому что было очень много графики. Она как бы — это большая-большая анимация, причем растровая, которая прокручивается в реальном времени, то есть управляется скроллом. Тот момент таких сайтов был не очень много, и сколько я сейчас видела. Но они либо с WebGL, либо какие-нибудь простые. Тебе в целом нравится, чем ты занимаешься, профессии? Есть ли что-то, что тебе не особенно нравится, либо наоборот, то, что не нравится? Можешь чуть-чуть об этом рассказать? У нас небольшая команда, и это логично, на маленьких проектах не подключать слишком большое количество людей. Поэтому приходится верстать, поскольку это относительно такой возврат к истокам, можно сказать. Но делает веселее то, что иногда бывают не совсем стандартные элементы, которые нужно сверстать, одновременно заанимировать, поэтому я уже набрала каких-то своих лайфхаков. Есть ли у тебя какое-нибудь такое интересное хобби? Хобби вообще у меня есть. Надеюсь, что буду выделять все-таки побольше времени на них. Я умею шить, и все мечтаю вернуться к этому занятию. Люблю рисовать, но не очень умею это делать. Так это для себя. И танцевать. Можешь рассказать, как так получилось, что вообще ушла в IT? Потому что изначально это была подработка. Я по образованию физик, и на тот момент проходила курс в эсперантуре. И с эсперантурой у меня не заладилось научной деятельностью. Не знаю, может быть, не повезло с командой, в которую я попала. Я когда шла туда, мне казалось, что это будет какая-то очень креативная атмосфера, в которой я буду вариться, в которой мы будем делиться идеями, обдумывать, придумывать какие-то эксперименты, либо, может быть, теории о всем. И что эта жизнь будет кипеть. И на тот момент я попала в серое здание, в котором, по большей части, я была одна. Большую часть времени, опять же, как-то сотрудничество не сложилось. Изначально, ну, просто была небольшая стипендия, нужна была подработка. Я устроилась сначала на полставки, потом искала работу и попала в Актиз. На тот момент я не представляла, как мне повезло. Потому что Актиз на тот момент была уже устоявшейся компанией в этой сфере, со своими очень четко выверенными процессами. У меня была очень хорошая школа, мне просто повезло. Первая же собеседная, в которую я попала, я попала туда. А потом где-то чуть меньше года я проработала верстальщиком. Мне было очень интересно работать над... Там у них были билдеры, в которых верстальщик мог самостоятельно конфигурировать как бы небольшую часть базы. И потом в связи с этой... на основе этой конфигурации делать запросы. То есть это была такая уже немного креативная задачка для меня. Мне понравилось. Но потом захотелось большего, и я перешла во флешеры. И компания тоже меня поддержала. Сказали, иди сразу учись на живую. Вот. И там было... А флешеры были уже в креативной команде. То есть не в отделе разработки. То есть я попала сразу в креативную команду. И очень многому от них научилась. А где-нибудь училась? Ну, с профессиональной точки зрения, имеется в виду какие-нибудь там курсы, либо учебные заведения, или вот чисто все сама там по книгам, по видео? Я проходила на самом начальном этапе курс по верстке. И вынуждена сказать, что он мне мало что дал. Больше знаний я почерпнула из книжки. На тот момент тоже случайно философию ЦСС наткнулась. И в ней все очень четко и понятно, ясно было про на тот момент только появившуюся дивную верстку. На флешей уже самостоятельно училась на чужих проектах. Приходилось поддерживать, либо оптимизировать, либо частично переделывать. Училась у коллег. Чтобы ты порекомендовала людям, которые только хотят начать изучать, программирование, которое, допустим, из другой сферы пришли, либо только студенты. Какой бы источник знаний они не выбрали, знания нужно впитывать. Но не ограничиваться только техническими вопросами, только по той специальности, в которую они идут. Потому что нужно расширять кругозор в самых разных направлениях. Нужно немножко понимать, как работает БКН. Нужно копнуть в архитектуру. Может быть, не изучать подробно талмуды, а хотя бы поспрашивать старших коллег, коллег, а как это работает, а для чего это нужно, зачем, почему вы принимаете такие решения, учиться. Откуда бы они ни пришли, нужно сделать ревью собственных изданий, потому что, возможно, у них уже имеются какие-то навыки, знания, которые могут пригодиться. Считаешь ли ты, что в IT мало девушек? И было ли у тебя когда-нибудь такое, что к тебе относились по-другому, либо как-то пренебрежительно, либо просто по-другому, чем к другим коллегам? Пренебрежительно нет. Был один случай, но я это считаю его исключением, и не включаю в общую массу. В основном уважительно. Раньше, когда-то давно, когда начинала, люди удивлялись. Ну, в приятном смысле удивлялись. Не знаю, может быть, я не замечала каких-то моментов. За мной такое тоже водится, я могу просто не замечать то, что какой-то негатив. Считаешь ли ты, что надо как-то стремиться к этому балансу доверсти, чтобы на 50% было и мальчиков, и девочек, либо, в принципе, то, что распространено, особенно в западных компаниях, чтобы было доверсти разных представителей, разных групп по полу, по национальности, по другим факторам? Я считаю, что при приеме на работу не нужно обращать на это внимание. Не нужно стараться искусственно выровнять весы. Что поделаешь, если, допустим, мужчинам, ну, вдруг, мужчинам статистически больше нравится заниматься программированием. Мы же не будем ущемлять мужчин и брать специально только женщин, например. Я считаю, что это тоже неправильно. Нужно абстрагироваться от того, к какой группе относится человек, и смотреть на его навыки. Считаешь ли ты, что надо как-то заинтересовывать молодых парней, девушек, вообще людей разных профессий, идти в IT, изучать все это, становиться параместами? Я думаю, что молодежи нужно рассказывать о том, что это тоже творческая профессия, что она может быть очень интересная, что в ней можно развиваться, достигать каких-то успехов, стимулировать их, воодушевлять нужно. Ты вела когда-нибудь какие-нибудь там блоги, курсы, скринкасты, либо менторством занималась? Нет, подкасты не вела. Менторством только в своей команде. Делала доклады. Вот когда пошла делать доклады, мне захотелось рассказать о своих методах, с одной стороны. Реабилитировать анимацию как таковую, что она может быть полезной, что ее можно делать, допустим, не слишком много, но если ее сделать, то она поможет восприятию интерфейсов тех же. И самое главное — это что заниматься анимацией — это весело, по фану. Часто ходишь на какие-нибудь профессиональные там метапы, конференции, как слушатели, как выступающие? И то, и другое не часто, но хожу. Иногда не бывает времени, иногда не успеваю записаться. Ну, опять же, мне нужно время и для собственных изысканий. Слишком большой поток информации он может также мешать. Если бы ты могла начать все сначала, допустим, оказаться снова в школе, ты бы пошла вот так же в разработку, либо ты решила отойти от физики, от разработки, уйти куда-нибудь, не знаю, в искусство? Не могу сказать, что я вообще ни о чем жалеюсь. То, что есть сейчас, мне нравится, но я пришла сюда по случаю. Вот, это нужно признать. В то время было пару моментов, которые, наверное, обладая каким-то опытом и знаниями о себе самой даже, я бы, может быть, приняла другие решения. Только два варианта. Либо идти на мехмат вместо физтеха, либо в теоретическую физику все-таки надо попадаться. Здорово, спасибо, что поделила свои информации. Я думаю, если будут какие-то еще вопросы, вот участников сообщества тебе напишут, может быть, запишем в другое видео. А так, спасибо, удачи тебе в твоих начинаниях. Всего хорошего. И тебе тоже. Всего хорошего.